здравствуйте это передача называется про музыку и сегодня на студии можно повторить вопрос здорово закануты как и обещал стараюсь систематично выкладывать видосы на тему как стать крутым артистом и это третий видос на тему как стать крутым артистом я до сих пор не имею ни малейшего понятия вот сегодня я расскажу зачем вообще нужен лейбл а у вас красный паспорт паспорт союза наркологических республик что вообще такое лейбл если смотреть на лейблы раньше то лейбл звукозаписывающая компания которая имеет возможности записывать музыку выпускать музыку создавать обложки фотошоп фотосессии то есть которая вот берет просто человек может взять человека музыканта полностью его упаковать одеть и отправить его в концертный тур вот так вот работали лейблы раньше сейчас такие лейблы также сохранились но помимо крупных лейблов есть еще мелкие сейчас я вам расскажу о том почему мелкие лейблы стоит избегать раньше крупный лейбл находил артиста инвестировал в него деньги в запись в разработку там альбома обложек всего вообще этого всего необходимого контента маркетинга пиар и прочего вот и полностью стала лица артиста на ноги зарабатывал деньги сам и помогал зарабатывать деньги артист вот так как музыка покупалась так как пластинки диски продавались так как концерты устраивались у лейбла постоянно появлялось появлялась появлялся больше и больше и больше денег чтобы развивать как можно больше новых артистов есть лейблы которые платят своим артистам большие контрактные гонорары есть такие лейблы просто зачем нужен лейбл если ты начинающий артист вот ты появился появился ты в мире музыки и тебе надо как-то о себе заявить говори там привет я Максим я родился такого же такого семей в дыхании алые розы алые розы да у тебя нет аудитории тебе надо ее набирать и ты начинаешь везде себя постить там ну то есть как-то собирать постепенно аудиторию то есть ты это делаешь сам у состоявшегося крупного лейбла уже есть большая набранная аудитория допустим условные сто тысяч человек и когда твой трек нравится этому лейблу и он выпускает его у себя то соответственно эти сто тысяч человек узнают о тебе моментально да как бы ты молниеносно становишься артистом но если ты реально заходишь да вот это твоя музыка цепляет людей то соответственно ты сразу появляется концерт начинаешь играть тебя начинают приглашать а вот максим смотрите он как он кусает лобал свой злой сет техника лыч порвал все колонки клубе 21 теперь я наторчу 15 тысяч за ремонт он посмотрите вот на него он исписал все стены в клубе все и начинает становиться более таки можно слуху и масштабным вот то есть ты начинаешь расти ты же не можешь просто сказать я крутой музыка да у меня 10 10 подписчиков и три из них вообще мои слушатели как бы и одному только нравится моя музыка ты просто не можешь быть крутым только сказав об этом то есть что ты знаешь и твоя мама знает о том что ты крутой и этого недостаточно люди должны это подтвердить своим интересам к тебе крупные лейблы они помогают создать аудиторию у крупных лейблов бывает более жесткие контракты бывают более снисходительные контракты лейблы состоявшиеся они уже выбирают материал более тщательно я думаю странно это все сейчас конечно прозвучит потому что я рассказываю о том что мелкие лейблы стоит избегать но при этом я имею свой лейбл с 2007 года и сейчас я набираю новых артистов я занимаюсь поиском артистов и об этом еще чуть 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 чуточку позже расскажу все что я сейчас скажу будет звучать противоречиво следующему но тем не менее как бы я расскажу вам все нюансы возьмем допустим какой-нибудь 18 летнего пацана который сделал сегодня свой лейбл зарегистрировал в интернете это сегодня возможно это не так сложно он начинает набирать артистов да то есть он начинает какие-то делать из договора это договора иногда не делаются все делается на честном слове вот и значит в чем фишка этот молодой начинает набирать себе сотни артистов даже если у него например там за два месяца он выпустил 100 разных человек с условно каждый дал по три трека 300 разных треков то эти треки начинают в интернете постепенно продаваться на магазинах но так как процент с продаж он очень мизерный у парниша допустим в договоре прописано что типа треш-шолд выплат 50 евро это получается когда твои треки набирают с продаж с продаж 50 евро чистыми то есть уже именно уже заплатив проценты лейбл а это как установлено в контракте не как делать 50 на 50 некоторые делать 80 на 20 тем не менее и вот уже это чистый твой когда уже появляется 50 а это такое количество продаж и ты и забудешь вообще про то что этот трек когда-либо выпускал так вот и эти люди будут генерировать ему продажи и никто из них никогда не наберет полтос но парень в совокупности со всех этих релизов соберет себя не надо и ты тоже не надо еще прикалываетесь но парень в совокупности кому принадлежит лейбл он соберет себе со всех этих продаж там грубо говоря с миру по нитке да и у него будут выходить какая-то сумма и причем и эта сумма в принципе будет не такой уж и большой чтобы ему можно было сказать типа чел ты типа неплохо устроился на самом деле как бы ничего там хорошего нету и помимо этого лейбла еще на виск стали я замечал такие схемы когда челы просто у них есть копипейст текста когда ты отсылаешь им трек они у них приходят ответ на имел типа ты должен сделать в мастеринг на свой трек это при том то что мне мне говорили новички молодые лейблы типа ты должен типа купить у нас мастеринг чтобы мы могли тебя выпустить я говорю ребят типа we are going to sing you one song the one you should like you you actually going to like it i'm pretty sure give me some блатной аккорд please то есть это какой-то момент какой-то момент это стала схема заработка на дураках лейблы стали впаривать мастеринг и многие такие да да конечно мне же нужно выпуститься в лейблы же логотик похожий там на spinning records там например я просто помню такие я не буду сейчас их всех приводить в пример вот но тем не менее да как бы лейблы начали впаривать услуги потому что начинающий артист они не знают и у них внушение уже что все делается за деньги да хрен там был это раньше было так что когда мы брали вообще лейблы брали треки на релиз они платят за мастеринг они платят за рекламу они платят за обложки как бы лейбл это проблема лейбла и потом когда лейбл покрывает себе все эти расходы уже начинается то есть он берет все деньги с продаж естественно и потом уже начинает делиться этими продажами с артистом в зависимости от договора так вот молодой лейбл чаще всего сделан для того чтобы раскрывать новые таланты и продвигать артистов он больше сделан для того чтобы генерировать себе грубо говоря как вот эту вот базу это достаточно распространенный случай поэтому такой лейбл он как бы не столько заинтересован в том чтобы привлечь всеобщее внимание сколько просто ну создать какой-то пассивный доход пауза теперь о гирже толпома network у меня лейбл существует уже с 2007 года лейбл появился потому что лейблы стали слишком диктовать ой убери это поставь туда то там поправь там это как бы лейбл в принципе диктует ту ту музыку которую он выбирает он там говорит и когда я создавал лейбл ко мне подключились еще мои друзья вот один до сих пор не помогает другого уже нет с нами к сожалению до кости стеро что нужно взять в магазине что не сухое крепкое он был первым с кем мы делали лейбл вместе играли на тасовках писали вместе музыку создавали первые релизы и идея была чтобы лейбл был домом для артистов дом для художников для реальных артистов кто хочет развиваться кому не найди себе место кому другие отказывают мы говорили им да и мы не просто говорим когда мы видели потенциал я видел потенциал когда вижу потенциал я хочу чтобы человек выпускался и когда кого-то подписываю на лейбл я не хочу взять там клёвый у тебя трек давай мне его сюда сейчас мы выпустим трек и дальше побежали вообще не интересно я вижу артиста я хочу личность я хочу художника я всегда искал более интересную более нестандартную музыку артисты которые не находили себе места то есть которые выходили за рамки им говорили ну чё мы такое не выпускаем именно это я хочу выпустить и чем страннее эта музыка тем интереснее я не говорю о том что она там ну то есть какой то я выпущу непонятно что я выпущу что-то очень интересное всегда я с удовольствием послушаю что-то что-то нестандартное это вкратце вообще зачем нужен лейбл я хочу чтобы артисты приходили ко мне я показывал их миру и они развивались выпуски выпуски других треков я не заинтересован в том чтобы просто какой то создать себе пассивный доход потому что гораздо больше денег уходит для того чтобы вообще этот лейбл поддерживать чтобы все на самом деле чтобы вот это вот все поддерживать уходит гораздо больше денег чем она когда-либо вообще приносила просто элементарно даже чтобы построить студию в свое время пришлось потратить несколько тысяч евро а потом просто взять и свернуть как бы и все потому что ну сколько бы работы ни было больше тратится на технику на рекламу на обучение на образование на свое я имею ввиду то есть все эти деньги они уходят они никогда вообще не оставались они никогда не оплачивали счета эти деньги они всегда уходят дальше в технику музыку потому что за все сервис нужно платить за то чтобы играть какие-то треки в сетах надо их покупать если ты играешь ну если у тебя есть артисты которые тебе треки шлют то естественно ты играешь те ты играешь те треки которые тебе прислали ну то есть ты ознакомишься с артистами вы меняетесь музыкой вы играете материалов друга это очень круто это целая культура свое время была любые продажи которые сгенерировал бы чей-то релиз они настолько низкие что они даже не компенсируют время потраченное на создание обложки я не говорю уже о том что вообще релизом надо заниматься его надо заливать его нужно правильно там ну то есть вводить кадры ну то есть им надо конкретно заниматься чтобы он попал вообще в сеть вот это все это занимает очень много времени так вот это время оно не окупается теми суммами поэтому в дан в данный момент я сейчас задумываюсь вам так как я хочу собрать новых артистов чтобы ну вместе как-то развиваться делать промоушен существует договоренность где артисты дают свою музыку для того чтобы их развивали их рекламировали делать это все наверное ради искусства какой-то на самом деле большей цели а я вспомнил когда-то я у меня была мечта это создать библиотеку крутейшей музыки точно так вот digital common network это лейбл который ищет классных музыкантов талантливых людей художников артистов графики артистов видео артистов музыки писателей текстов музыкант разных вообще разных творческих людей потому что я считаю что творчество оно не только вот звук или что-то творчество это все-таки такая вот большое ну кто-то делает красивую фотографию а кто-то под эту фотографию впечатлившись сильно пишет композицию эта фотография станет обложкой поэтому всем всем есть место в digital common network это все-таки какой-то такой больше творческий дом думаю на этой еда на этой ноте приятная нота на самом деле вот на этой ноте я наверное закончу рассказ и пробегусь немножко по важной важной части что изменилось с момента прошлого видео потому что я стараюсь все таки я стараюсь все таки поддерживать держать с вами связь да поддерживать информировать вас как и обещал я стараюсь действительно мне очень интересно я очень хочу чтобы этот темп был выдержан несмотря ни на что потому что это все должно происходить real time тут у меня куча записочек которые я делал на прошлой неделе я поиграл на мероприятии айтик бэйс и и и и и и и и это был стрим вот и полное видео есть на канале диджея кто хочет играть в мои треки и вообще треки лейбла я создал сейчас промо пак для которой можно скачать будет сам клауда поэтому пишите мне в любую соц сеть которую вы найдете в вот здесь вот ребят я здесь оставил кучу ссылок я все обновил там куча ссылок как со мной связаться как вообще где что то есть пока под этим вот самым видео самые обновленные ссылки музыканты которые пишут музыку в саундклауде присылайте мне в принципе опять же где найдете но я предпочту саундклауд для приема демок присылайте мне свои треки присылайте свои демо я хочу их послушать я хочу я ищу новых музыкантов я ищу новую музыку которую я хочу играть я хочу выпускать поэтому ребят давайте шлите свой материал на канале сейчас появились кучу новых треков у нас новый релиз secret atom 10 или 12 драм-н-бейс треков сейчас выйдет на на digital common network что то уже вышло что то выйдет в этом месяце что то уже на следующий месяц планируется помимо этого у нас сейчас опять же все в описании все эти ссылки есть в телеграме появился канал digital common network где можно ознакомиться с последней информацией также этот канал привязан к чатам который уже публичный чат для всех то есть для всего интернета все могут туда зайти и начать там взаимодействие друг с другом вот и также есть у нас отдельный чат это люди которые попадают в команду digital common network где мы уже вместе работаем там уже более такие тесные отношения там уже более такое скажем secret hub учитывая сложности и трудности которые возникают это отмена концептов отмена мероприятий сейчас я опустил все цены на сэмплы кому нужны сэмплы то пиши внизу есть ссылка на то чтобы купить весь каталог сэмплов за какие-то там условно наверно 3 евро это маленькая сумма но это большая поддержка также на бэндкэмпе все релизы digital common network все абсолютно треки можно купить просто разом за какую-то там вообще смешную сумму то есть весь каталог который выпускался с 2012 года помимо магазинов есть еще стрим где я пишу музыку там общаюсь с аудиторией в этот момент там чаты там также есть донат стримы помогают людям получать какое-то образование картину том как писать музыку как я это делаю они вникают какие-то секреты фишки в то как я это делаю то есть это некое все-таки обучением так как появилось больше времени свободного я возобновляю онлайн уроки поэтому кто хочет брать у меня уроки онлайн то опять же связь со мной в любой удобный для вас соц сети делитесь этим видео ставьте лайки пишите комментарии делайте репосты любая ваша помощь это казалось бы действие одного человека а что я изменю один человек может изменить многое мы даем цепную реакцию своими действиями удачи вам и пусть мир вам улыбается пусть вокруг вас начинает происходить все больше хорошим сейчас очень хочется чтобы именно что-то хорошее появилось начало менять все вокруг спасибо вам